Пока на земле существует хоть один клочок бумаги с информацией, архивариусы и художники-реставраторы без работы не останутся. Иначе как узнать о том, когда и почему московский купец Пивоваров предъявил иск офицеру в 1792 году? Дело о продаже с аукциона имения поручика Селиванова. Каждый архивист рано или поздно задумывается о том, как продлить жизнь документов и спасти от, казалось бы, неминуемой смерти бумаги, пострадавшие в результате неправильного хранения или форс-мажорных обстоятельств. Это святая святых архива, лаборатория обеспечения сохранности документов. Документы, которые мы здесь реставрируем, в большей части относятся к 17, 18, 19 векам. На моем столе дело 1921 года. О политзаключенных Рязанского губернского лагеря принудительных работ, который когда-то располагался в здании Казанского монастыря. После реставрации документы сутки отдыхают на сушилках, после чего их аккуратно обрезают и складывают под пресс. Для пущей свежести можно воспользоваться специальным пылесосом, который ювелирно снимает пылинки с ценных бумаг. Весь этот процесс реставраторы описывают словно поэтапное приготовление самого вкусного пирога на свете, который можно подавать на стол любой королевской особи. Когда из под пресса мы их достаем, вот совершенно, абсолютно совершенно другой вид у этих документов. Галина Юдина работает в Рязанском архиве 10 лет, а вот ее коллега Людмила Чаплина готовится отметить 35-летие непрерывного трудового стажа. В 81 году она переступила порог еще парт архива, который много позже присоединили к архиву государственному. Два-три года последние как-то особо у нас поменялось. Новая бумага, новый подход к реставрации. До времена кальки и газовой ткани, проще говоря, обыкновенной марли, уступают место новой палочке-выручалочке – мекалентной бумаге из шелковицы. Удовольствие дорогое, зато прозрачная паутинка идеально закрепляет документы дореволюционного фонда и не влияет на качество текста. Набор инструментов у местных художников-реставраторов совсем не хитрый, а справится не каждый. Кисточка эта поменьше, бывает и больше кисточка. Ну здесь вот что, ножницы, скальпель. Конечно, у нас очень трудоемкая работа, требует внимания и все. Для нас так и осталось загадкой, как в этих бесчисленных километрах полок сотрудники архива находят нужную бумажку. К счастью для современников, сегодня есть способ получить нужную информацию в электронном виде. Книжный сканер за секунды сохраняет копию фолианта в компьютер. У меня дома есть компьютер, я все это знаю. Я просто хочу сказать, вот эта работа мне по душе. Я ее очень люблю. Это клировые ведомости, документы о службе лиц духовного сословия, обо всех архиерейских домах, церквях и так далее. Если приблизительно ориентироваться в датах, можно откопать много любопытного. От своей родословной до списков распределения квартир в 70-е годы. Говорит, это не ваша квартирка, не твой папа ее получал. Так что у нас можно много чего интересного наоткнуться. Все зависит от того, кто что ищет и кто почту видит. Чтобы полученное от работы вдохновение не хранить на дальних полках, воодушевленные редкими находками сотрудники архива устраивают удивительные выставки. Например, об участниках Первой мировой или Великой Отечественной войны. Где, как ни в архиве, искать уникальные снимки и бессмертные обрывки текстов. Знаете, даже гордость такая, что у нас такие документы, что все-таки это же ценно для нас. Это же наша история. Свой профессиональный праздник, признаются сотрудницы, они особенно не отмечают, но с удовольствием поздравляют друг друга. Главное – здоровье, интересы большого к работе, чтобы наше желание работать и творить не стекало. Успокоенные мыслью, что ни один документ не канет в лету, мы тоже от всей души поздравляем сотрудников Государственного архива Рязанской области с праздником.